здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите у а у а а у Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. И пока вы знакомитесь с тем, что включает в себя весь курс, частью которого является этот урок, хочу обратиться к вам с просьбой, которую мы будем добавлять к каждому уроку, который будем публиковать на Ютубе. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше Ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл, и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И Ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Revolute. Вы также можете стать членами нашего Ютуб-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь давайте продолжим с уроком курса. Я приготовила обычный лист бумаги, взяла мягкий карандаш, чтобы вам показать все 4 плана. Рисовать мы будем открытку по золотому сечению. Для золотого сечения мы делим ее на 3 кусочка равные. Вы можете это сделать по линейке, без линейки и стараемся делать абсолютно ровные линии. Но вот здесь я от руки делаю. Вы можете на бумаге воспользоваться, в графике рисовать даже по линейке. То есть здесь это не возбраняется. Итак, какие у нас 4 плана будут? Первый план, самый дальний, это наша будет очень темная елка. Елка будет у нас находиться примерно на одной трети. На самом дальнем плане. Я показываю в виде треугольника. Вот так. Большая елка. Она будет у нас однотонного оттенка. Но можно оттенок менять. Можно на протяжении всей елочки дать какие-то переходы, но два цвета здесь будет. В данном случае это у нас будет темно-зеленый ультрамарин. Об этом мы будем вести речь уже на бумаге. Ну, а здесь я вам показываю еще раз, как рисуется елочка. Внимание, смотрим на макушку. Вот у макушки пониже веточки следующие. Видите? Потом стороны. Потом ровненько. Потом вниз. И все ниже, 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 ниже. Вот так вот. Я вам подсказку еще даю. Потом мы рисуем снизу вверх. То есть мы рисуем вот таким образом. Но рисуем четко, определяя вот эту форму. Если мы все это нарисуем, у нас покажется чередование наших веточек одинаковое. Поэтому мы кое-где добавляем еще веточки боковые. Поднимаем, меняем рядность. И получается очень живая, красивая, фактурная елочка. Она у нас будет на последнем плане. Это номер 4. Я прям так поставлю, поскольку у нас здесь с вами композиция. Она у нас фрагментальная. И поэтому я не рисовала, как обычно, нашу границу. Следующий пошел план. Это правее немножко. Мы отходим сантиметра на 2. Таким образом, чтобы наше белое интересное дерево, это у нас будет заснеженная елка, вся целиком, заходила на наш четвертый план. Мы ее поднимаем и полностью ее обснеживаем. То есть мы ее покрыли снегом. Кстати, такое бывает очень часто в лесу. Например, это у нас третий план. И очень часто бывает, когда мы видим большие елки стоят совершенно, макушечка только заснеженная, а маленькие все в снегу. Вот такой вот у нас будет интересный ход. Находим второй план. Для второго плана мы делим высоту или ширину нашей композиции и рисуем полосочку, на которой будут находиться у нас деревья. У нас будет два дерева. Скорее всего, это может быть клеон, но не береза. С темным стволом. Мы рисуем одно дерево сюда и рисуем фрагментально, поднимаем вверх. Второе. Вот они рядышком стоят. Одно потоньше, одно потолще. Ветки этих деревьев мы будем с вами рисовать темным цветом. А вот эти основные ветки, которые идут вверх. А завершать мы будем белыми ветками, которые будут создавать такой кокон, показывать заснеженность нашего дерева. И это объединит два дерева в один кокон. Это наш второй план. Вот второй план. И первый план мы находим с правой стороны. Во-первых, к первому плану относятся не только две березы. Посмотрите, как они у нас находятся. Мы вот сюда их нарисуем. И также мы рисуем березы, не показывая ни одной ветки. Никогда мы так еще не рисовали. Мы рисуем одна береза потолще, рядышком потоньше, без единой ветки. И совершенно по прямой. Они могут быть вместе из одного куста, могут быть рядом, могут слиться. Ведь мы же рисуем с вами графику. И для того, чтобы белые вот эти стволы наши заиграли, мы даем в один уровень, но немножко за деревом, нашей еловой ветки. Даем в виде треугольника сейчас. Вот так вот. Побольше, подлиннее, побольше, подлиннее. Вот так. Это наша елочка. А как мы ее будем рисовать, я покажу уже в виде красочки, чтобы вам было видно. У нас будет направление. Вот таким образом пойдет. И все эти елочки, все эти веточки будут идти за березами. Они как бы оттеняют эти березки. Также мы можем еще дорисовать какие-то... Мы можем дорисовать елочки, а можем и не дорисовывать. То есть здесь вот у меня на картинке, которую вы видите на заявленной, есть еще одна елочка. Можем ее тоже нарисовать. Давайте нарисуем, раз она там есть. Она находится у нас на втором плане. Это у нас первый план. Мы ее нарисуем. Она будет другого характера, вот такого, и ее дадим со снегом. Вот такого характера, вот такого хулиганиства. А теперь мы дадим наши полосы. Полосы для того, чтобы показать наш снег. Мы берем, оставляем вверху полоску, введем сюда, вот до сюда, и уходим в эту сторону. То есть эта полоска закрашивается. Мы уже рисовали с вами полосками. Теперь в эту сторону беру полоску так, чтобы она в эту сторону закрашивалась. Сюда можно полосочку маленькую дать. И даем такую вот полоску. В нижней части мы можем даже и поднять, чтобы наш второй план весь целиком был, стоял на этой полосе. И что у нас будет украшать? Что объединяет будут все четыре плана? Это наличие снега. Снег мы будем рисовать обратной стороной кисточки при помощи деревянного древка. Ну и теперь я уже готовлю лист бумаги. Секунду. Убираю мягкий совсем карандаш. Убираю свою работу. Подкладываю листочки для того, чтобы наша работа не испачкала стол. А, нет, еще рано. Надо показать, как она на ней нарисована. Так, сейчас я еще раз покажу. Я взяла карандаш 4B в мягкости для того, чтобы не так ярко было видно. Раз. Первый план – это елка. Большая, мощная елка. Вот так. Потом я беру линию сюда. А, вот сюда. Вот так. Вот таким образом. Нарисовала я линию. Больше рисовать я не буду ничего, потому что нам нужно нарисовать задний план. И поэтому мы сейчас сразу же будем писать красками. Я уже говорила о том, что когда мы рисуем красками, то мы должны показать тончайшие переходы. А всего у нас две краски. Синих у нас ультрамариновая и темно-синяя красочка. Практически черного цвета. Ее часто с черным путают. Всего две краски. Итак, нам нужно нарисовать наш фон таким образом, чтобы у нас он имел какие-то оттенки. Всего лишь две краски. Рисовать я буду под углом. И рисовать это нужно быстро, потому что чем меньше цветовых переходов, тем крупнее должна быть кисточка, и тем быстрее мы должны это выполнить. У меня здесь будет синий ультрамарин и ФЦ. Конечно, если у вас есть еще дополнительные цвета, есть прекрасные. Я прямо так... Ах, в темпере есть такие красивые цирулиум цвет. Ой, какая красота! Конечно же, это очень интересно все привлекать сюда. Делать не два цвета, а три-четыре цвета. Но наша задача найти нашу четыре плана. Итак, у меня цвет уже выбран. Здесь очень важно размешивать таким образом, чтобы у вас была очень однородная степень краски. Вот эта вот однородность, она очень плавно ложится. И вот я начинаю рисовать. Закрашиваем все. Рисую я примерно на 1 треть. На 1 треть. И тут же буду вносить коррективы по цвету. Рядышком я размешаю голубой ФЦ. Буду показывать сюда, как вносится голубой ФЦ цвет. Так, по диагонали сделаем. Кисточкой номер 6. Потом я вернусь к нашему голубому цвету. Таким у меня будет тональности. Потом опять сделаю голубой ФЦ. Тем самым я буду играть цветом, не добавляя тона. У нас должна быть равномерность оттенка. И по весу небо должно быть одинакового цвета, но составлено из двух оттенков. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование. Вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolut и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. «Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире». Гуашь очень быстро сохнет, и она еще не столь гибкая и плавная, как вот масляная живопись. Поэтому здесь нужно иногда ускориться. Иначе мы сделаем неравномерный прокрас очень тяжело здесь в этой живописи возвращаться куда-то наверх. Вот я вижу, что у меня здесь вот есть пробелы, и мне их надо подкрасить. Спасет нас только то, что у нас с вами здесь четвертый план находится. Не бойтесь этого. Теперь мы переходим на первый план. Конечно, нужно здесь очень четко изобразить наше окончание, нашу линию горизонта, линия, которая делит нашу композицию на две части. И сразу же сделаем нашу зиму здесь. Конечно, мы будем чередовать цвет. Раз здесь у нас ФЦ, значит, мы возьмем, намешаем цвет с голубым цветом, намного сочнее цвет, чем небо, в два раза. И сделаем здесь нашу линию заснеженную. Когда мы будем белилами делать здесь, покрывать вот эти вот пространства, то, может быть, придется нам еще подкрашивать вот этот цвет. И внизу я этот цвет дам, но возьму поярче, еще ярче дам цвет. Ультрамариновый на окончание. Прямую линию проведу. У нас здесь не только четыре плана, у нас здесь с вами выходит четыре разных елочки. Как в одной работе соединить все четыре вида елок? И теперь остается только сделать тот цвет, который с лазуревым цветом. Так, перемешали, потемнее сделали. Очень тщательно сделали. Подходим аккуратненько и рисуем. Раз. Вот. Все. Теперь мы будем рисовать, убирая все ненужное. Теперь мы будем рисовать уже наше дерево, нашу елку. Задача наша облегчается тем, что мы эту елку будем рисовать всего лишь двумя цветами и не покрывать снегом. Значит, нам понадобится изумрудный цвет. Вот такой изумрудный. Это окис хрома. Темно-зеленый цвет. Достаточно много нам его положить надо. И ультрамариновый цвет. Кисточку, которую я беру для рисования, я беру кисточку номер 3 и смотрю, чтобы кисточка была немножко неострая. Потому что, когда кисточка острая, у вас получается очень такая острая история с веточками. А здесь как раз нужна неострая история. Поэтому, если вы смотрите на свои кисточки, вы выбираете ту кисточку, которая была бы немножко так сглажена. Вот, смотрите, синтетическая кисточка или беличья. Видите, вот это сразу видно, что кисточка идет на нет. А вот это как раз нам подойдет. Такая кисточка. Ну, я уже выбрала кисть. Теперь я беру жидкую-жидкую краску, соединяю. Потому что по гуашу очень тяжело рисовать тонкие линии. Поэтому нужно брать пожиже краску. перемешали. Получилась такая темная, темная тональность нашей елочки. Я ее нахожу. От руки начинаю рисовать. Вот она у меня на одной трети. Она у нас растет по дальнему лесу. Вот дальний этот лес. По прямой мы ее видим. Здесь у нас будет белый цвет. Вот мы положим потом сверху белым цветом. Но сейчас я начинаю рисовать нашу елочку. Вы можете сначала нарисовать одну сторону. Например, вот я делаю одну сторону. Давайте вот так мы с вами и сделаем. Теперь я буду делать веточки. видите, какая голенькая получается елочки. Вторую сторону сделаю точно так же. середину плотно очень закрашиваем. это базовая часть елки. Теперь нам надо ее увеличить в размере. Поднимаем веточки между я делаю это с одной стороны. Теперь с другой стороны. здесь так же делаю. видите, елочка приобретает очень интересный такой действительно очень большой пушистость приобретает. Но естественный, потому что у нас мы делаем где-то веточка повыше, где-то меняем высоту. Это придает естественности такой вот красивой пушистости. пушистости. так белого цвета я сюда еще добавлю под елочку когда она высохнет вот наша елочка завершилась теперь мы сделаем елочку с правой стороны которая вам показывала в виде таких треугольничков а вот теперь я эти треугольнички расшифрую значит будем писать вот так елочку где-то выше где-то ниже вот такими вот штрих шочками потом елочку вот сюда сюда да вот сюда елочку дадим вот и обязательно вот сюда вот так эти елочки теперь мы будем раскрашивать но раскрашивать мы будем их очень интересно во первых нам нужно взять ярко зеленую зелень положим сюда на палитру так и вот эту вот среднюю елочку мы ее закрасим ярко зеленой зеленью так прекрасно у нас будет цвет такой яркий как роботизированная елочка у нас вышла видите какой цвет яркий теперь мы в эту яркость добавим немножко синевые чуть-чуть для этого мы возьмем ультрамариновый цвет чуть-чуть добавим и вот дальше у нас через одну мы нарисуем такую же яркую зелень но только чуть-чуть приглушенную при помощи нашего ультрамаринового цвета благодаря тому что у меня на кисточке такой вот шарик на конце как бы смотрите как легко рисовать такую конструктивную елочку раз она у меня одна есть такая синевой значит я возьму ее еще вот здесь сделаю такой же характер елок зависит от возраста у нас есть парке елки которые три человека в обхват не могут взять поэтому очень красиво их наблюдать ветки у них такие длинные красивые так столб тру чтобы вам не мешать и теперь мы вернемся к той зелени которую у нас есть у нас есть здесь темно-зеленый цвет мы буквально его чистым цветом возьмем и нарисуем здесь елочку здесь дадим чисто зеленый цвет ну конечно у нас немножко прихватывается синий цвет потому что невозможно и медную кисточку сделать такой прямо но ты с него побольше хочу взять можно ультрамаринового цвета взять очень хорошо будет вот и вверху такой же цвет дам темный это будет вторая елочка мы даем ей возможность высохнуть для того чтобы потом ее интересно отработать и потом здесь должны быть ели а раз у нас будут елки ой березки мы сейчас нарисуем следующее наше дерево мы нарисуем сейчас два дерева вот давайте условных назовем клены которые стоят здесь в паре. Это у нас с вами второй план. Для того, чтобы нам выбрать цвет, мы берем бордовый цвет. Вот он, бордовый. Коричневый цвет. И немножко черный. Черный нам даст такую нотку сложности. Сначала берем бордовый с коричневым, жиденький. Посмотрите, как у меня прямо буквально капает с нашей кисточки. И чуть-чуть черного. А теперь давайте продолжим с уроком курса. И сразу добавляем под конец. И размешиваем. Находим такой теплый цвет, напоминает темный кирпич. И перевернув работу, так удобнее всего, я буду рисовать два этих дерева. Во-первых, деревья должны иметь абсолютно ровный постав. Я ровный постав имею и веду дерево. Но постепенно я его уменьшаю, 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 чтобы это дерево было очень красивым, тонким. Следующее дерево я сделаю потолще. Деревья разные в лесу. Можно с изгибом с неким показать. Ветки не должны быть оторваны. Все. Наши два дерева уже есть. На втором плане. Так, первый, второй. У нас еще есть дерево, елка заснеженная. Но пока она сохнет, давайте мы сделаем такую елочку яркую, совсем другую. Вот здесь. Мы возьмем зеленый цвет, ядовито-зеленый. И вот так нарисуем здесь елочку. Вот на этом же втором плане. Елочка у нас будет очень интересная. Она вот такого характера будет. В одну сторону и в другую сторону. Ножку покажем. Пока она высохнет, мы ее потом обведем немножко. Она будет у нас поярче. Ножку дадим такой же темного цвета. Вот у нас будет здесь стоять. Третий план. Наша елочка. Заснеженная. Мы ее берем, рисуем. По центру проведя. Вот до сюда. Заснеженная наша елочка. Мы возьмем для этой елочки острый, такой вот, острую кисточку. Я беру кисточку номер два. У меня постепенно немножко наклонилась эта елочка у меня. Это, конечно, нежелательно, чтобы она наклонилась. Я, видно, сидела сбоку. Ну, что делаешь? Вот что делать. Я теперь что делаю? Я беру. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...